Ведение Исаии сына Амосова, которое он видел об Иудее Иерусалиме во дни Озии, Иофама, Ахаза, Иезекии, царей иудейских. Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что возбить еще продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенная и не обвязанная и не смягченная леем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. И осталась щель Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Савов не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гаморе. Слушайте слово Господне, князья Содомские. Внимай закону Бога нашего, народ гоморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь. Я присыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота. И кровительцов, и ангцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лице мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть беззакония и празднования. Новомесячья ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь. Удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Ищите правды. Спасайте угнетенного. Защищайте сироту. Вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим. Говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю. Если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаете, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. Ибо уста Господни говорят. Бытие, чтение. В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И стало так. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву сеющую семя, породу и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву сеющую семя, породу и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его, породу его на земле. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. Притчи чтения. Притчи Соломона, сына Давидова, который царствовал во Израиле. Чтоб познать мудрость и наставление, понять излечение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суд и правоты. Простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность. Послушает мудрый и умножит познание. И разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости – страх Господень. Доброе разумение у всех водящихся им. А благоговение к Богу – начало разумения. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего. И не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшения для шеи твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины. С живых поглотим их, как преисподняя, и целых, как нисходящих в могилу. Наберем всякого драгоценного имущества, наполнил домы наши добычей. Жребий твой ты будешь бросать вместе с нами. Склад один будет у всех нас. Сын мой, не ходи в путь с ними. Удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут козлу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой. Постимся постом, приятным, благоугодным Господеве. Истинный пост есть злых отчуждения, воздержания языка, ярости отложения, похоти, отлучения, оглаголания, лжи и клятва преступления, сихоскудения пост истины, есть и благоприятные. Богородицы предстательства всех молящихся, тобою дерзаем, тобою хвалимся, в тебе все упования наши есть, моли рот шагайся из тебе, о непотребных рабях твоих. Ныне отпускаешь и раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, ибо видишь то очень мы спасение твое в свет, просвещение языков и славу людей твоих, Израиля, Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наше, владыка, прости беззаконие наше, Святые посети исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно и вовеки веков. Аминь. Ибо Он торжественно прославился. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. С чего начну я оплаковать деяния злосчастной моей жизни? Какое начало Христе положу я нынешнему моему сетованию? Но Ты, как милосердный, даруй мне оставление при грешении. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Несчастная душа, прийди с плотью Своей, исповедайся Создателю всего. Воздержись, наконец, от прежнего безрассудства и принеси Богу слезы с раскаянием. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Подражав первозданному Адаму в преступлении, я осознал, что за грехи мои я обнажен от Бога, лишен Бога, от вечного царства и сладости царства сего. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Увы, несчастная душа, зачем Ты уподобилась первой жене Еве? Не с добром Ты посмотрела, уязвилась жестоко, прикоснулась к дереву, необдуманно вкусила безрассудной снедии. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Вместо чувственной Евы во мне восстала Ева мысленная, страстный, плотский помысл, обочающий приятным, но вкусу доставляющий всегда горький напиток. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Спаситель, Адам достойно был издан из Едема, как не сохранивший одной Твоей заповеди. Что же должен претерпеть я, всегда отвергающий Твои животворные наставления? Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Пресносущная Троица, которой мы поклоняемся в одном существе, сними с меня обременительную тяжесть греха, и по своему милосердию даруй мне умилительные слезы, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь, Богородице, надежды и помощь всем прославляющим Тебя, сними с меня обременительную тяжесть греха, и как непорочная владычица, прими меня, кающегося. Внемли небо, я буду возвещать и воспевать Христа, пришедшего в плоти от Девы. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Внемли небо, я буду возвещать, земля, прислушайся к кающемуся и прославляющему Бога голосу. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Боже, Спаситель мой, возри на меня милостенутым оком и прими мою пламенную исповедь. Я, я один более всех людей согрешил пред Тобою, но, Спаситель, жалься над Твоим созданием. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Отобразив на себе безобразие моих страстей, я исказил красоту ума с ластолюбивыми стремлениями. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Милосердный Господи, меня охватывает ураган зла. Ну как, Петру, и мне ты простри руку. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Я сквернил одежду моей плоти, Спаситель изгрязнил то, в чем образ Твой и подобие. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Удовольствием и страстей я омрачил красоту души, и весь ум все совершенно в прах превратил. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне я изорвал всю мою первую одежду, которую соткал мне Спаситель вначале, и потому лежу на гимн. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Я облегся в изорванную одежду, которую соткал для меня змеи коварством, и потому стыжусь. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Милосердный слезы блудницы я проливаю. Смилуйся надо мною, Спаситель по Твоему благо снисхождению. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Я взглянул на красоту дерева и прельстился в уме, и теперь лежу на гимн и стыжусь. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Все начала вожди страстей орали на хребте моем, растягивая вдоль по мне беззаконие свое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Воспеваю Тебя единого в трех лицах, Бога всех Отца, Сына и Святого Духа, и ныне пресно и во веки веков. Аминь. Пречистая Богородица Дева, Ты одна всеми воспеваемая, усердно моли о нашем спасении. На неподвижном камне заповеди Твои, Христе, утверди мое помышление. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Некогда, дождив огонь от Господа, Господь попалил в землю садом. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Душа, спасайся, как праведный лод на горе и поспешай укрыться в сегор. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Беги, душа, воспламенение, беги, садомского пожарища, беги, истребление божественным пламенем. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Христос, спаситель, согрешил, я один согрешил пред Тобой больше всех. Не презирай меня. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ты, добрый пастырь, отыщи меня, агнца, и не презирай меня, заблудившегося. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Злочайший создатель мой, Иисус, спаситель, Тобой я оправдаюсь. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Спаситель, я пред Тобой исповедуюсь, безменно согрешил я против Тебя. Но по своему милосердию отпусти, прости меня. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. О, Троица, Единица, Боже, спаси нас от заблуждений, искушений и опасностей. И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Радуйся, чрево вместившее Бога, радуйся, престол Господень, радуйся, Матерь, нашей жизни. Услышал пророка пришествии Твоем, Господи, и устрашился, Что Тебе угодно родиться, от Девы явиться людям, и сказал, Услышал я весть о Тебе и устрашился, Слава силе Твоей, Господи. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Не презритворений Твоих, не оставь создания Твоего, Праведный судья, ибо хотя я как человек один согрешил более всякого человека, Но Ты, человеколюбец, как Господь всего мира, Имеешь власть отпускать грехи. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Конец приближается, душа приближается, и Ты не заботишься, не готовишься. Время сокращается, восстань, судья уже близко при дверях. Время жизни проходит, как сновиденье, как цвет, Для чего мы напрасно суетимся? Но Ты, Духом Святым, возбудил меня на истинное покаяние. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Пробудись, душа моя, Размысли о делах своих, которые Ты сделала. Представь их пред своими очами и пролей капли слез Твоих. Безбоязненно открой Христу дела и помышления Твои, И оправдайся кровью Его. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Нет в жизни ни греха, ни деяния, Ни зла, в которых я не был бы виновен, спаситель, Умом и словом и произволением, Согрешив и намерением, и мыслью, И делом так, как никто другой никогда. Но Ты по неложному слову Твоему простил меня. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Потому и обвиняюсь, потому и осуждаюсь я несчастный, Своей совестью, строже которой нет ничего в мире. Судья, искупитель мой и испытатель, Но Ты пощадил, избавил и спас меня, раба Твоего. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Лестница, которую в древности видел великий из патриархов, Служит указанием. Душа моя на восхождение делами, На возвышение разумом. Поэтому, если хочешь жить в деятельности И в разумении, и созерцании, То обновляйся в Духе Святом, Получив уже рождение свыше. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Патриарх по нужде терпел дневной зной И переносил ночной холод, Ежедневно сокращая время, Пася стада, трудясь и служа, Чтобы получить себе две жены. Для меня этот пример в священном писании. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Под двумя женами понимай Деятельность и разумение в созерцании, Под ли ее, как многочадную деятельность, А под рахилью, как получены Через многие труды разумения, Ибо без трудов душа ни деятельность, Ни созерцание не усовершенствуется. Как счастливы мы и безопасны, Имея толкование святых отцов в церкви. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пристной, во веки веков. Аминь. Нераздельным по существу, Неслиянным по лицам, Богословски исповедую Тебя, Троечное, единое Божество, Соцарственное, сопрестольное, Возглашаю Тебе великую песнь В небесных обителях троекратно воспеваемую, И ныне и пристной, во веки веков. Аминь. И рождаешь ты, и остаешься Девою, В обоих случаях сохраняя по естеству девство. Рожденный Тобой обновляет закон природы, А девственное чрево рождает. Когда пожелает Бог, то нарушается порядок природы, Ибо Он творит, что хочет. От ночи бодрствующего Просвети меня, молю, человеколюбец, Путеводи меня в повелениях Твоих И научи меня, Спаситель, исполнять волю Твою. Благодарю Тебя, Господи Боже мой. Жизнь Твою я постоянно проводил в ночи, И во мраком и глубокую мглою Была для меня ночь греха, Но Ты заделал меня с сыном дня, Спаситель. Благодарю Тебя, Господи Боже мой. Подобно Рувиму я несчастный Совершил преступное и беззаконное дело Пред Всевышним Богом, Осквернив ложа мое, Как тот отчие. Но Ты простил меня по милосердию Твоему. Благодарю Тебя, Господи Боже мой. Исповедуясь Тебе, Христос, Царь, согрешил я, Согрешил, как некогда братья, Продавшие Иосифа, Плод чистоты и целомудрия, Но Ты сам взыскал меня из плена греховного. Благодарю Тебя, Господи Боже мой. Но приняв Тебя, я получил прощение. Благодарю Тебя, Господи Боже мой. Но встреча с Тобой, Иисусе, все изменила. Благодарю Тебя, Господи Боже мой. С родниками предана была душа праведная, Возлюбленный продан в рабство, Про образу Господа. Ты же, душа сама, всю продала себя своим порокам, Но Ты очистил меня, омыл кровью Своею. Благодарю Тебя, Господи Боже мой. Подражай праведному Иосифу И уму его целомудренному, Несчастная, невоздержная душа. Не оскверняйся и не беззаконствуй Всегда безрассудными стремлениями. Силу и победу над грехом Ты даешь мне сам. Благодарю Тебя, Господи Боже мой. Владыка, Господи, Иосиф был некогда ворвоз. Но в прообраз Твоего погребения и воскресения Принесу ли когда-либо что подобное Тебе, Я, думал я, Но Ты извлек меня из тенистого рва. Благодарю Тебя, Господи Боже мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Тебя, Пресвятая Троица, прославляем за единого Бога. Свят, свят, свят Ты, Отец, Сын и Дух, Простая сущность, единица, вечно поклоняемая. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. В Тебе нетленная, не познавшая мужа, матерь, дева. Сотворивший мир Бог облегся в мой состав И соединил с Собою человеческую природу. От всего сердца моего я воззвал к милосердному Богу, И Он услышал меня из ада преисподнего, И воззвал жизнь мою от погибели. Благодарю Тебя, Господи Боже мой. Искренно приношу Тебе, спаситель, слезы очей моих, И воздыхание из глубины сердца взывающего. Боже, согрешил я пред Тобою, умилосердись надо мною, И Ты услышал и ответил мне, Благодарю Тебя, Господи Боже мой. Уклонилась Ты душа от Господа своего, Как Дафан и Аверон, но воззвала из ада преисподнего. Пощади, чтобы пропасть земная не поглотила Тебя. Благодарю Тебя, Господи Боже мой. Рассверепев, как телится, Ты душа уподобилась Ефрему, Но, как серно спасена, оттянет свою жизнь, Окрылив умы деятельностью и созерцанием. Благодарю Тебя, Господи Боже мой. Моисеева рука да убедит нас, Душа, как Бог может убелить и очистить прокаженную жизнь, И не отчаивайся сама за себя, Хотя Ты и поражена была некогда проказою. Благодарю Тебя, Господи Боже мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Я, Троица, несоставная и нераздельная, Раздельная в лицах и единица соединенная по существу, Свидетельствует Отец, Сын и Божественный Дух, И ныне и пресной, во веки веков. Аминь. Чрево Твое родило нам Бога, Принявшего наш образ, Его, как Создателя всего мира. Моли, Богородица, чтобы по молитвам Твоим нам оправдаться. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне и пресной, во веки веков. Аминь. Душа моя, душа моя, восстань, что спишь, Конец приближается, и Ты смутишься. Пробудись же, чтобы пощадил Тебя Христос Бог, Вездесущий и все наполняющий. За призыв Твой благодарю Тебя, Господи Боже мой! Продолжение следует... Продолжение следует...